Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про свой самый страшный и ужасный рейс в жизни, который я совершила в октябре 2017 года, когда закончила свое обучение в Англии и отправлялась домой на постоянное место жительства. И это был мой первый и единственный рейс бизнес-классом. Ну, естественно, понятно, что уезжая из Лондона навсегда, я не могла не забрать свои самые-самые любимые вещи. Я уже рассказывала, что у меня накопилось 6 чемоданов, чтобы отвезти назад в Россию, но накануне мне пришлось резко сократить свой гардероб. Любимые вещи, которые у меня накопились в Лондоне. Это были те вещи, которые я привозила из России. Как, например, зимнее пальто, которое мне пришлось надеть на себя, потому что пальто было дорогое, и если бы я его засунула в чемодан, то это был бы целый чемодан, потому что оно достаточно объемное. Ну и различные вещи, которые были дороги моему сердцу. А уж то, что там я накупила, какие-то платья, туфли, это все пришлось выкинуть. Ну как выкинуть? Я отнесла на улицу, и там разобрали люди, которые проходили мимо. Есть такая традиция, вещи, которые хорошие и в принципе не нужны, выносишь на улицу, и люди разбирают. Это нормально в Англии, в принципе и в Питере я тут такое встречаю. Ну да ладно, суть не в том. В общем, день у меня не задался с самого начала. Я забронировала билет задолго, там за месяц, по-моему, на свой самый последний день, до которого у меня действовала виза. 29 октября, по-моему, это было. И 29 октября я и вылетела в Россию, но с большими-большими трудностями и неприятностями. Итак, из шести чемоданов у меня сформировалось два больших и один маленький, плюс рюкзак. Ну, я всегда с рюкзаком путешествую, даже несмотря на то, что в тот день я была вот на таких вот каблучищах, потому что сапоги были дорогие, в своем дорогом пальто. В общем, выглядела как леди, но с котонками, с чемоданами. В общем, корзина-картина-картонка и маленькая собачонка. Ну, собачонка меня ждала дома. В общем, забронировала себе билет и оплатила свой багаж два чемодана. То есть, один входил в билет и один взяла дополнительно. Метро в Англии открывается в 6 утра, и я к первому поезду спустилась на Вест-Кенсингтон-стейшн, откуда я выезжала, так как в 9 утра у меня уже был вылет из аэропорта Хитроу. Поэтому, ну, обычно трех часов нам вполне хватало добраться до аэропорта. Это минут 40 от Кенсингтона ехать, плюс сдать свой багаж, пройти секьюрити, даже немножечко там по магазинам покрутиться и вылететь в Россию. Но все пошло не так. Так, первый поезд не пришел, и я уже начала беспокоиться. Во-первых, первые поезда, они всегда набиты людьми. Рабочий класс едет по своим работам уже в 6 утра, и я не знала, как я втиснусь со своими тремя чемоданами и рюкзаком в поезд, который идет с востока на запад. Я садилась где-то в центре Лондона. То есть, всегда в это время поезда были набиты. Во-вторых, первые поезда идут с интервалом в 20-30 минут. Поэтому, если ты пропустил или первый поезд не пришел, то это уже чревато опозданием в аэропорт, и можешь опоздать на свой рейс. Но мой поезд пришел минут через 5, просто опоздал, видимо. Кое-как я запихала свои чемоданы, никто мне не помог. Мужчины стояли, смотрели на меня, как на умалишенную. Ну, как бы дамочка в таком пальто дорогом, вот на таких каблуках, и тягает вот эти вот огромные чемоданы. Они были там по 30 килограмм, наверное, с платформы в поезд. Потом этот поезд на Актантаун остановился и сказал, что дальше не пойдет, так как там был такой развязочный узел. И он пошел в депо. Мне пришлось ждать следующий поезд. Следующий поезд ушел на север, потом еще какой-то. В общем, все были не мои, я уже начала переживать. Естественно, у тебя, во-первых, много багажа, надо добежать, надо все оформить. Я еще знала, что у меня, скорее всего, в чемоданах перевес. Там, по-моему, 23 килограмма можно было таскать, а я по 30 набила. В итоге кое-как с горем пополам я с одного поезда спустила на платформу, дождалась свой второй поезд. Еле-еле как-то запихала эти чемоданы во второй поезд, в эту толпучку. Доехала до Ахитро, до своего терминала и вышла из метро. Прихожу в аэропорт, удостоверилась, что мой вылет состоится вовремя, и стала сдавать свой багаж. Ну, у меня, естественно, перевес в обоих чемоданах достаточно большой. В итоге мне сказали, что нужно оплатить третий чемодан, третий багаж. Я в панике, что делать. Ну, в принципе, да, я согласилась, но думаю, где искать чемодан, куда мне бежать. Ну, тут какие-то есть в аэропорту магазины, может быть, я найду чемодан, переоформлю это все. Доплачу еще 60 фунтов, которые я доплатила за второй чемодан. Но суть была совсем в другом. Работник, который все-таки взял меня на обслуживание, сказала, что три чемодана в эконом-класс, ну, никак не проходит, поэтому мне нужно выкупить бизнес-класс. А это стоило 180 фунтов. Мне деваться было некуда. У меня была с собой наличка, так как я вывозила из Англии определенную сумму денег. Ту, которую я заработала за последний год моей жизни в Лондоне, мне ее уже не надо было тратить на оплату моего университета. И там, вот, кстати, если кто не знает, вывозить из Великобритании можно не более 10 тысяч евро по курсу на момент выезда. А ввозить в Россию можно не более 10 тысяч долларов по курсу на момент прилета. Это я знала эти правила и взяла там, ну, допустим, 7 тысяч фунтов. Я точно не помню, ну, какие там были расценки на тот момент. То есть посчитала по долларам, сколько я могу ввезти в Россию, не проходя через красный коридор, по зеленому коридору. Вот, поэтому по деньгам все нормально. И еще из этих денег мне пришлось взять вот эти 180 фунтов, чтобы, ну, как-то решить проблему и улететь. Так как последний день визы я могла попасть в плохую ситуацию. Мне потом могли не выдать визу, какая-нибудь депортация грозила. В общем, было страшно и уже решила, ладно, пусть оплачу этот бизнес-класс, куплю третий чемодан и вылечу уже из этого Лондона. Потому что, ну, день не задался. Еще уж тут говорить. Но, конечно, это все наличкой нельзя было купить, оформить у человека, который оформлял мой багаж. И она отправила меня в кассу, чтобы я положила эти деньги, наличку на карту, на счет. И в итоге мне пришлось открыть вот такую вот карту TravelX, которая, кстати, по которой можно перевозить наличку в любом количестве, я так поняла. Это как чековая книжка. То есть, эту карту не проверяют. Так как ты деньги везешь на карте, то на выходе никто не проверяет ее. Ты ею можешь пользоваться и уже снять деньги в России. Но я не знаю там как, по какому курсу и вообще можно ли в России по этой карте снять. То есть, я не пользовалась этой картой. Я ее только приобрела для того, чтобы оплатить билет в бизнес-класс. И положила туда вот эти 180 фунтов. Слава богу, мне не пришлось покупать новый чемодан и туда все запихивать. Потому что для бизнес-класса там килограммов можно было больше положить в чемодан. Ну, я точно не знаю, потому что я уже не стала разбираться. Мне уже было все равно. Но я оплатила дополнительно 180 фунтов. В итоге билет мне оплашелся, по-моему, в 360 фунтов стерлингов. На тот момент это было где-то 26 тысяч рублей. Когда обычно в обе стороны я летала, ну не больше 18 тысяч рублей. Я платила за два перелета туда и обратно. Ну, в этот раз обошлось все очень дорого. Но зато летела бизнес-классом. Честно говоря, я никогда не летала бизнес-классом. Я всегда беру эконом-класс. Мне не важен комфорт в самолете, потому что лететь от Лондона до Питера всего лишь 3 часа. И, ну, там... Я даже, честно говоря, не заметила какой-либо разницы между бизнес-классом и эконом-классом. Мне всегда было удобно и в эконом-классе. Но вот только по багажу не прошла. Ну, думаю, ладно. Оплатила бизнес-класс, буду пользоваться всем, что предлагаю. А там было предложение, значит, позавтракать в бизнес-лонч. Там в аэропорту есть такое кафе и место ожидания, то есть зал ожидания для бизнесменов. Вот кто летает бизнес-классом, ну, конечно, там супер-пупер все оформлено. Можно позавтракать, различные блюда. Ну, конечно, много есть не стала, так как... Ну, завтрак, на завтрак я много не ем. Взяла пару бутербродов, выпила кофе, выпила сок и перед этим, естественно, зашла в туалет. Привела себя в порядок, потому что вся взлохмаченная. Вот с такими со всеми проблемами я приехала в аэропорт и пришла в бизнес-класс. В общем, привела себя в порядок, пошла позавтракала, набрала себе газеток. Ну, газеты я всегда беру в самолет почитать и вообще привезти в Россию. Люблю читать британскую прессу. Там иногда что-то интересненькое для себя узнаю. Вот даже такие вот экземпляры у меня сохранились с очередных прилетов. Люблю читать The Times, The New York Times редко бывает. Ну, взяла. Просто сохранила на память вот такую вот британскую прессу. Теперь она мне пока недоступна. Ну, конечно, после этого я пошла на посадку. Да, приятно, ты проходишь первым, тебя сажают, перед тобой там расшаркиваются и так далее. Ну, потом заходит весь самолет. В принципе, сильное различие между бизнес-классом и эконом-классом. Опять же таки говорю, я не заметила. Ну, может быть, единственное, что между сиденьями там больше простора для ног и сами сиденья пошире. Так как всего два сиденья через какой-то пролет в бизнес-классе. Кстати, со мной в тот день никто не летел рядом, поэтому я туда рюкзак поставила. И, в принципе, хотела просто поспать. Но при взлете уже буквально там минут через 20 нам выдали какие-то горячие такие мокренькие полотенца протереть ручки. Потом нам налили шампанского. Потом нам принесли какие-то вилочки, ложечки там чуть ли не из серебра. Какие-то салфеточки. Ну, все такое British Airways, фирменное-фирменное. На самом деле, сильных различий. Ну, кроме того, что фарфоровые тарелочки вместо вот этого вот контейнера с фольгой. И что тебе дали для рук горячее полотенце и два раза попоили шампанским, я не заметила. Поэтому, в принципе, бизнес-классом я так и не насладилась. Ну, для меня, наверное, это не так важно, чтобы простор в ногах был на 10 сантиметров больше. И чтобы рядом там с тобой никто не сидел и не отвлекал тебя. Обычно я сажусь всегда у окна и просто смотрю в окно и сплю. Фильмы я редко смотрю в самолете, очень... Ну, как бы перед тем, как вылетаешь, уже намучаешься, нервничаешься. Потому что, ну, всегда боишься опоздать на самолет, что-то не так пойдет или так далее. Пока вот в самолет не сядешь, не успокоишься, всегда на нервах. Поэтому хочется уже в самолете расслабиться и поспать. Прежде чем, прилетев, проходить там дальше таможню и так далее, добираться до дома. Вот таким было мое путешествие. Но на этом мои неприятности не закончились. Так как по прилету в Россию я прошла таможню, но со своими чемоданами попала на таможенный досмотр. Проходя через паспортный контроль, мне поставили печать. И вполне нормально я уже отзвонилась маме и сказала, что скоро выйду. Но не тут-то было. Получив багаж, я пошла к зеленому коридору. И таможенник, женщина, по-моему, это была, спросила, сколько налички, сколько валюты я везу. Я сказала, до 10 тысяч долларов. В принципе, это была правда. И она говорит, ну, хорошо, давайте ваш багаж на вот эту вот ленту, где они там все просвечивают. Ну, думаю, ладно, у меня там ничего такого нету. Ну, никакой контрабанды я не везу. Все там, ну, как бы с учебы я ехала. Какие-то важные учебники, которые мне нужны были. Ну, там моя одежда, шампунь я брала, помню. Потому что я пользуюсь определенным, к которому привыкла Трезема, я уже рассказывала. Шампунь, косметика, ну, вот все такое, личные вещи. Ну, и, естественно, там были пару новых вещей. Платье дорогое, которое, кстати, тоже мне еще надо было вхитро успеть оформить такс-фри. Через такс-фри я получила потом сдачу, там, 20 или сколько процентов, 18, точно не помню. В общем, еще и такс-фри я успела получить. И эти вот костюмы тоже сложила, все с собой везла. И вот она это все просветила. Думаю, ну, ладно, контрабанды не нашла. И собираю свои чемоданы. Она говорит, пройдите, пожалуйста, вот сюда. Я говорю, а в чем проблема и так далее. Вы везете, вот давайте взвесим, сколько килограммов вы везете. Ну, я-то знала, что где-то 60 килограммов, потому что мои чемоданы там в хитроу не проходили. Поставили два чемодана на весы, третий сверху положили. Там еще у меня был рюкзак и пальто сверху лежало. Ну, я прям тележку везла, вывозила из багажного отделения. И там показывала 80 килограмм. Вот эти три моих, два больших чемодана и один маленький. Ручную класть, оказывается, она тоже посчитала. Я говорю, может быть, еще рюкзак и пальто? Она говорит, ай, ладно, не надо. А у меня в рюкзаке было два компьютера, два фотоаппарата. Все, ну, в общем, все гаджеты, батарейки к фотоаппаратам, еще, еще что-то. Ну, в общем, вся моя электроника. Это была самая тяжелая сумка, наверное, из всего моего багажа. И, естественно, она всегда была со мной, потому что это было самое ценное. Там же, по-моему, и деньги лежали. Вот. Слава Богу, что мы его не поставили на весы. В итоге, она говорит, так как у вас перевес 30 с лишним килограмм, вам придется доплатить 5 евро за каждый килограмм. Я так, нифига себе, 160 евро. Я говорю, у меня нет денег, у меня вот только фунты, только вот это, вот это. Ну, что-то там у меня не проходило. Я говорю, могу я? Вот мама меня встречает, у нее взять деньги. Позвонила ей, говорю, у тебя есть там полторы тысячи мне не хватало. В итоге мне пришлось, короче говоря, заплатить 10 тысяч 700 еще русской таможни за перевес. Хотя на самой таможне написано, что ввоз гудс. А гудс это товары. То есть товары на продажу, я так понимаю, до 50 килограмм. А это были мои личные вещи. Я возвращалась с учебы, да, у меня перевес. Но это не для продажи вещи были. Ну, вот так вот таможня русская меня наказала еще одним штрафом. И с горем пополам мы, наконец-то, я добралась до мамы, села в такси. И мы доехали до дому. В общем, вот такая вот была у меня интересная жизнь в Англии. И вот такая вот интересная история с полетом в бизнес-классе. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok